3 июля миллионы цветов люди возложили к мемориалам, памятникам, братским могилам воинов-освободителей по всей Беларуси, как символ того, что никто из тех, кто внес свой вклад в защиту нашей страны, не был и никогда не будет забыт. Праздничное утро в областном центре началось торжественное возложение цветов на площади свободы, где установлен памятник освобождения в честь 47 воинских частей и соединений, освобождавших Брест от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года. Я думаю, что прещане как никогда сегодня осознают важность мирного созидательного труда, важность мирного неба над головой и отдают себе отчет, что только лишь вместе, совместными усилиями, можно достичь результатов, несмотря ни на что. Вы, наверное, обратили внимание, что в течение нескольких месяцев мы еженедельно принимаем огромное количество делегаций. Прежде всего, это, конечно, делегации из Российской Федерации. Поэтому наша задача перестроиться исходя из этих вызовов, наша задача выйти на региональные связи, наша задача адаптировать экономику под новые вызовы. Я буквально несколько дней назад принимал участие в Гродно, в форуме регионов России и Беларуси. Я вижу искреннюю заинтересованность наших российских коллег в установлении связей. И мы предполагаем, что через 25 дней, когда мы будем праздновать День освобождения нашего города, будет, наверное, достаточно рекордное количество делегаций российских регионов. Мы зовем всех, потому что это не только повод для празднования, это повод для установления личных, экономических и прочих контактов. Поэтому 3 июля святой праздник для всех беларусов и для брещан. Всех брещан с праздником. Оптимизма. Город развивается. Делаем серьезные проекты по благоустройству. Реально много помогает руководство области в финансировании развития нашего города. И наш этот любимый, уже кому-то, наверное, очень понятный лозунг мы наполняем реальным смыслом и реальным содержанием. Цветы и венки к памятнику воинам-освободителям Бреста возложили представители городской вертикали власти, депутаты и дипломаты, молодежь, в стройных рядах и ветераны, люди, которые знают о войне не понаслышке. И потому, наверное, во сто крат больше ценят каждый прожитый мирный день. Этот праздник с грустью, потому что вот тех, кто нам дал этот праздник, того нет уже и не будет никогда. И это мы помним, и надо помнить. А так, конечно, страна нормальная. Посмотрите, какие люди прекрасные. Какой у нас город Брест прекрасный. Какая страна наша замечательная. Вы знаете, это счастье детям, что они родились в Беларуси. Это счастье. Вот такой страны нет. Праздник связан с освобождением территории Республики Беларусь от фашистско-немецких захватчиков. То есть это наша общая история, это наша общая победа. И, конечно, мы не делим этот праздник на белорусов, на русских, на другие национальности. Мы гордимся тем, что Республика Беларусь стала независимым государством. И мы вместе осуществляем политику, направленную на создание крепкого и независимого союзного государства. Продолжение по традиции на священной земле Брестской крепости. Здесь, на площади церемониалов, жители и гости областного центра собираются в честь самых важных и значимых дат, чтобы вспомнить, каким непростым был путь в Беларуси к независимости. Поклониться тем, кто пал в борьбе за свободу. Сказать спасибо тем, кто сражался и выжил. И испытать чувство гордости за страну, которая живет и развивается. То, что мы сегодня здесь, в цитадели вечной памяти, то, что сегодня нашему государству независимости почти 30 лет, то, что мы свободная нация, мы экономически практически ни от кого не зависим, мы имеем государственную границу, у нас есть белорусский народ, вот это сегодня для меня день независимости. И то, что именно в этот день было покончено с фашизмом на территории Беларуси. Торжественная церемония возложения венков прошла у вечного огня. В ней приняли участие представители администрации города и области, организации и трудовые коллективы. Но главное, присутствовали они, наши герои, ветераны Великой Отечественной войны. Все, что они хотят, это отсутствие войны. И, конечно, мирной и счастливой жизни для их наследников, молодого поколения белорусов. Белорусы помнят и чтят свою историю, но вместе с тем думают о будущем. Нам есть чем гордиться сегодня в промышленности, культуре и спорте. И такое стремление сделать свою страну сильнее и краше, лучшая форма благодарности от наследников поколения победителей. Те события, которые происходят вокруг нас, они лишний раз подчеркивают, что независимость и свобода – это, наверное, самое главное для страны и для Отечества. Мы гордимся и вспоминаем героев, ныне живущих и ушедших, тех, кто боролся за свободу и независимость нашей страны. Сохранить память о них и отблагодарить предков за подвиг собрались жители города на площадке у главного входа, священную цитадель, Брестскую крепость-герой. Для меня День независимости – это самый лучший праздник в нашей жизни. Дело в том, что наши деды, прадеды отстаивали нашу землю, чтобы мы жили счастливо на этой земле. И сегодня здесь все собрались честовать нашу родину. Наша родина там, где мы живем. У нас ребенок, ему 21 годика. Мы его приучаем, чтобы он помнил. Он всегда с нами посещает подобные мероприятия. Мы его с удовольствием приводим в Брестскую крепость, рассказываем, несмотря на маленький возраст, рассказываем про историю, заводим музеи. То есть лично мы воспитываем нашего ребенка. Быть патриотичным. Быть патриотичным, да. И чтить такие праздники государственные, не забывать. Люди собрались в одном месте, чтобы со всей страной через музыку и творчество вспомнить о бессмертном подвиге фронтовиков и тружеников тыла, которые в годы суровых испытаний сделали все возможное и невозможное для победы. Помните, пока живете, люди, помните, за ваше счастье, вашу молодость, их жизнь, их молодость цена. Яркие выступления артистов, богатство и разнообразие творческих номеров удивляло и завораживало каждого зрителя. Колорит концертной программы вызывал гордость у собравшихся за многогранность родной культуры, подготавливая к самому важному моменту мероприятия, совместному исполнению гимна. И даже погода, которая к концу вечера стала капризничать, не испортила настроение присутствующих. Ярко финальной точкой торжества стал праздничный салют, который радовал горожан на протяжении нескольких минут. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания Бук-ТВ.